Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами вот такой великолепной книгой, которая мне очень сильно понравилась. «Скандинавские сказки» от издательства «Речь». Тут четыре сказки всего лишь. И я уже задумалась о том, чтобы купить ещё какие-то книги со скандинавскими сказками, потому что теперь у меня одни из самых любимых – это японские, китайские и скандинавские. Они очень отдают колоритам. Я бы сказала, вот эти картины, которые тут нарисованы, они отлично всё это отражают. То есть сказки, они очень поэтичные, красивые, но с грустью. И при этом все с хорошим концом, счастливым. Начинается всё со сказки «Сын морского короля», которая настраивает нас на лад. Такой вот романтичный, поэтичный. Тут она пронизана грустью, ожиданием, любовью. Очень такая интересная сказка, но мне она понравилась меньше остальных, хотя это была хорошая идея поставить её в начало. Она настраивает на лад. Дальше подменыш. Вот здесь, конечно, не хочу делать спойлер, не буду рассказывать, о чём она, но конец настолько сильно поразил. Это, конечно, сказка оставила неизгладимое впечатление, и с неё началась любовь к этой книге. Можно, в принципе, сказать, что мораль здесь о том, что относились к другим так, как хочешь, относились к тебе. Но это так я очень условно сказала, потому что здесь всё намного интереснее и глубже, и конец в итоге счастливый. Как я уже говорила, в каждой сказке он хороший. Дальше девушка, которая протанцевала всё на свете. Читала я с большим наслаждением, и я ещё хочу потом дать почитать эту книгу, именно эту сказку девушкам знакомым, потому что она будет очень им полезна. О том, как оставаться собой, несмотря ни на что, нести свет в этот мир. В общем, это просто... Вообще, я могу вам рекомендовать прочитать эту сказку. Если можно найти её в интернете, то прочитайте, и тогда вам, в принципе, станет понятно про эту книгу многое. Эта сказка, я думаю, точно мой фаворит в этой книге. Вот. Конец нестандартный. То есть она должна была выйти замуж за принца, но ей поставили условия, с которым она не могла согласиться. И, в общем-то, дальше вы прочитаете сами. Ну, тут о том, как оставаться собой, несмотря ни на что, не изменять себе, вот, о своём призвании, можно так сказать. Итак, «Сёстры». Тоже очень хорошая сказка, которой, я уверена, понравятся детям. Две девочки, которые остались без родителей и пошли по свету искать счастье. И в итоге одну девочку младшую забрали в дом герцога, во дворец. Она в итоге стала королевной. А другая, конечно, жила бедно, то пастушкой, то за троллем ухаживала. Но дело в том, что они в итоге встретились. И это всё так, вот, знаете, очень так трогательно. В общем, сказка тоже, она пронизана ожиданием, любовью, романтикой какой-то. То есть, первая и четвёртая сказка, они созвучны. В общем, я могу точно рекомендовать этот сборник. Он очень сильно мне понравился. И всем любителям читать. И для тех, кто хочет своим детям читать что-то новое и что-то такое тонкое, то, что научит чему-то и оставит место для размышления, эта книжка прям must have. Там пометка 6+, это адекватно вполне, от 6 лет. И для взрослых тоже интересно, лично я в восторге осталась от этой книги.